This conference will now be recorded. И коллеги, поэтому есть чем поделиться. Ну что ж, давайте познакомимся. Не все меня знают. Да вот меня Шульга Елена. Кому больше комфортно по имени и отчеству, можно Елена Александровна. Я преподаватель курсов по менеджменту, по soft skills и по андрогогике, то есть обучение взрослых людей. Вся информация сейчас перед вами. Перечислять не буду. Наверное, самое интересное, что я могу вам дать, то, что я в обучении взрослых людей уже достаточно давно, с первого корпоративного университета в России, с Билайна. Ну и, в общем-то, все это время на разных позициях занималась обучением взрослых людей. Ну и по сей день этим занимаюсь, поскольку и преподаю, и плюс есть свои бизнесы, где тоже занимаюсь обучением своих людей. Я практикующий коуч, сертифицированный психолог, фасилитатор, медиатор. Много таких слов. Если кому-то какие-то слова совсем непонятны, то оставляйте их до конца мастер-класса. Я обязательно отвечу на все. Ну а, в общем-то, сегодня мне бы хотелось дать вам такой полезный контент, который вы можете использовать буквально сразу же после того, как мы закончим. Напомню о том, что мастер-класс проходит в рамках центра специалистов, что у нас в этом году 30 лет, у нас юбилей. И достаточно большое количество, более миллиона уже выпускников. Это был год назад, сейчас уже не знаю, сколько плюсом еще. И, конечно, очень много корпораций, которые с нами сотрудничают, когда у нас и оффлайн-обучение, и онлайн-обучение, и открытое обучение. Но я вижу знакомые фамилии, поэтому я думаю, что уже часть людей, кто присутствует, знает, какие у нас форматы есть. При этом, наверное, самое ценное, я горжусь своими коллегами, потому что каждый преподаватель, который работает в нашем центре, это человек, который не только знает хорошо свою экспертизу, но это те люди, которые любят свою профессию, они практики, и, соответственно, дают все самое полезное, самое интересное, ну вот, что называется, от души. Итак, про гарантии. Не могу не сказать, потому что предполагаю, что часть из вас – это люди, которые тоже занимаются обучением, развитием персонала, и, возможно, только рассматривают наш центр в качестве партнера, поэтому у нас очень четко прописаны все гарантии в договоре. Естественно, у нас есть лицензия, поэтому в рамках корпорации вы можете деньги, которые потратили на обучение, естественно, уменьшить налогооблагаемую базу. Если вы как физлицо, вы можете получить налоговый вычет, поэтому с точки зрения документа оборота, это все как полагается по законодательству. Ну и плюс гарантии результата к тому, что каждый отзыв, который вы видите у нас на сайте, это реальный отзыв. Вот тут я могу прям честное слово, честно пионерское, я до комсомольцев не дожила, не доросла, поэтому могу сказать, что ни одного придуманного отзыва на нашем сайте точно нет. Каждый отзыв проверяется и прочитывается самим личным директором. Поэтому на самом деле, правда, приглашаю поучиться, если кто-то у нас еще не учился. У нас сегодня на повестке дня это обзор площадок для онлайн-обучения и фишки онлайн-обучения, что полезно, а что может быть и не очень. Начнем с чего? Начнем с того, что если вы только-только заходите на путь обучения развития персонала, то у нас есть курс менеджера по обучению развития персонала, он так и называется, ну, либо на английский манер train and development или young and development, то есть TNZ коротко. Это как HR аббревиатура, да, то есть ее уже особо по-русски никто не называет. И, наверное, такие в пятницу вечером логично какие-то подарки дарить. То есть те, кто придут в ближайшую группу, это чуть попозже уже расскажу, я подарю каждому бланк аттестации персонала, который состоит из двух больших блоков, это KPI и компетенции, причем компетенции уже разработаны, и, соответственно, вы сможете их использовать в своей практике, и из бирюзовой организации. У меня за плечами 8 лет работы бирюзовой организации транснациональной, поэтому есть чем поделиться. Но это для тех, кто придет, так что welcome. Ну что, поехали. Фишки онлайн-обучения. Бирюзовых в России нет, транснациональные есть, российских нет, согласна. Итак, какая у нас сейчас реальность? Вот по статистике MyVoc 85% компаний в кризис сокращают именно бюджетное обучение. Ну, в общем-то, это естественный, с одной стороны, процесс, для российских компаний, но, с другой стороны, нужно четко понимать, что за этим потом будет идти дальше. То есть мы, в общем-то, можем решить, если говорить про HR-подразделения или TND-подразделения, именно решить вот это сокращение бюджета с помощью онлайн-обучения. То есть можно увеличить эффективность, вовлеченность за меньший бюджет при правильной, так скажем, организации этого обучения. Средняя экономия бюджета, знаете, я прям большую статистику собирала, не стала вам тут отдельный слайд какой-то делать, потому что, поверьте, потратила на это время, чтобы собрать статистику. Средняя температура оказалась, экономия бюджета на 65%. Некоторые компании, в общем-то, провели аналитику за последний год до 80%, сэкономили кто-то до 40%. Ну, вот такая средняя цифра получилась 65%. Я считаю, что это не маленькие цифры, особенно если это большие компании, и бюджет на обучение и развитие персонала не маленький, то это десятки миллионов рублей. Другой вопрос, что многие компании столкнулись с колоссальной проблемой. Ну, то есть экономия-то экономия, но ведь у нас не так много компаний, которые уже до, например, пандемии как-то массово переходили на онлайн-обучение. Да, было дистанционное обучение. Ну, то есть, знаете, как пандемия, она оголила вот этот блок, потому что до пандемии, ну, было так, наверное, даже в лучшем варианте 50 на 50. Мало компаний, я видела, которые там полностью перешли на систему дистанционного обучения в разном там формате. Все равно оффлайн он присутствовал, и многие по сей день не хотят онлайн, вот прям ни под каким соусом. Ну, слушайте, когда денег нет, то нужно не просто держаться, нужно с этим что-то делать, потому что это не означает, что мы теперь не занимаемся персоналом. Итак, ну, основные проблемы онлайн-обучения. По статистике РБК 8% всех, ну, студентов, да, можно в кавычках, видеокурсов проходит их до конца. Представляете, только 8%. Что ж тут говорить? Могу сказать, что я сама такая же, постоянно учусь, и вот все, что касалось онлайн-курсов, у меня целый, наверное, такой список из того, что я начинала, но не закончила. И не потому, что мне было неинтересно. Давайте посмотрим, а что же, в общем-то, отвлекает, какие сложности. Во-первых, это отвлечение, например, на телефон. Ну, то есть, если это видеообучение, меня там не видно, то есть, либо это запись, либо там вебинарной комнате лектор что-то вещает, ну, вот как я сейчас, да, я там что-то вещаю, я же не вижу вас. Вот сейчас вот, возможно, кто-то сидит в телефоне параллельно, да, 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 ты говори, говори, давай быстрее, какой-нибудь контент полезный, ты же обещала, и я пока посижу в соцсетях. Ну, или там еще где-нибудь, да. Это может быть отвлечение не просто на телефон, это может быть на работу. Ну, то есть, это же можно поставить на паузу, особенно если это в записи видеообучения. Ну, потом же я потом вернусь. Вот потом вернусь, он, в общем-то, и не возвращается туда. Если это удаленка, тут еще и холодильник вмешивается, потому что он как-то так манит, и люди говорят, ой, ну ладно, ладно, я вот пойду покушаю, потом займусь. Ну, еще и на кота. Мне регулярно дома, пока мы были на удаленке, просто мешала моя кошка, которая приходила и требовала к себе ласки, а не мое там обучение. А это почему? Ну, потому что зачастую, если это уже видео записанное, то вот там нет интерактива. Если это в формате вебинара, когда лектор что-то говорит, все остальные просто слушают, то есть нет этого интерактива, нет вовлеченности, ну и как следствие ты начинаешь потихонечку отходить от этого компьютера. Нет контроля. Ну, обучилась, не обучилась, а может быть я на перемотку. Знаете, я тоже с этим сталкивалась, когда у нас там один студент ко мне подошел буквально через полчаса после начала занятий, курс 16 часов, он мне через полчаса подходит, он говорит, все, я все посмотрел. Спрашиваю, как? Он говорит, ну, я включил на перемотку. Говорю, слушайте, даже если вы в два раза увеличите скорость, то это невозможно посмотреть было за полчаса. Вот, то есть, а я, говорит, посмотрел только то, что мне интересно. И это тоже, это же андрогогика, это обучение взрослых людей, есть такая специфика, что они не хотят слушать то, что они не хотят не слушать. Это же не общеобразовательная школа. И совсем за этим стоит самая большая проблема онлайн-обучения, это нет обратной связи. То есть, когда в оффлайне, в оффлайновом тренинге, например, мы проходим, всем известно, что оффлайновый тренинг это до 80-70-80% практики, и вот он у меня здесь, я как бизнес-тренер, вот у меня участник, я на него смотрю, я смотрю, как он делает, что он делает, и я ему тут же могу дать обратную связь, скорректировать, и у человека идет вот этот процесс научения. Он видит, и многие как раз приходят в оффлайн и говорят, о, слава тебе, Господи, мне хоть дадут вот эту обратную связь. А вот в онлайн-обучении не везде, вот мы сейчас разберем, что нужно делать, нет вот этой обратной связи. То есть самая большая ценность обучения взрослых людей это обратная связь. Если у детей в педагогике обратная связь, ну, не было бы ее и прекрасно, ну, вспомните, кто из вас очень сильно хотел обратную связь от учителя. Это же оценка. Обратная связь что? Это оценка. Ты сделал там домашку или сделал контрольную, и тебе дают обратную связь в качестве оценки. У взрослых людей мы не ставим оценки зачастую. Мы даем обратную связь для того, чтобы человек понял, у него получается, он там идет правильным путем, он умеет вот эти технологии преподносить или нет. Давайте посмотрим, в общем-то, из чего состоит такие три кита эффективности обучения. Это контент. То есть сам контент, что имеется в виду, насколько эта информация вообще интересна людям, ну, то есть она нужна или не нужна. Это способ донесения, каким образом. Это спикер сам. То есть он может быть интересным, может быть, нет. И, ну, он может быть, и профессионален, да, а может быть, он эксперт, но, например, не эксперт в преподавании. Будет зависеть еще от аудитории. Сама по себе, насколько аудитория настроена была на обучение или ее там заставили, да, в корпоративном формате очень часто бывает, вот тебе от сих до сих ты должен обучиться, не обучишься, там, какие-нибудь штрафы или еще что-нибудь. И вот просто такое заставление. Насколько эта аудитория вовлекается во весь этот процесс. Ну, и потребность. Тоже такой важный элемент. Ну, если я это знаю, эта тема для меня стара, как мир. Боже мой, я вот представляю, если бы меня заставили учиться тому, что я знаю. Вот очень тяжело, вот реально очень тяжело. Поэтому это и к оффлайну, и к онлайну относится. Ну, и, безусловно, условия. Вот здесь как раз и будет отличие. То есть если аудитория и контент, ну, более-менее оффлайн, онлайн можно приблизить друг к другу, то вот условия будут разные, потому что формат обучения может быть каким угодно. Это и самообучение, это может быть лекция, это может быть семинар, это может быть тренинг, это может быть там ствозные задачи, целый перечень, да, там в курсе будем это дело обсуждать более подробно. А тут еще включается вот это понятие платформа. То есть это не про кабинет какой-то, это на чем, каким способом это будет обучение проходить. Ну и координация, опять же, поддержка. Практически всегда сложность у слушателей, у участников зайти на те площадки, которые, на которых проводится обучение. Вот, знаете, за практику последние семь лет проведения такого плотного онлайн-обучения, ну, не было у меня еще ни разу, чтобы вот прям все, ну, особенно, кто первый раз заходит, чтобы было с первого раза у всех получилось зайти. Ну, то есть, чем сложнее площадка, тем больше будет вот этих сложностей самого даже подключения. А уж потом включить камеру или написать, а где этот чат? Ну, то есть, вот эта вся история требует, по идее, модератора. То есть, один преподаватель, один бизнес-тренер порой здесь не справляется. Итак, как это все мы можем решить? Прям вот, коллеги, выстраданные такие вещи, поэтому можно под запись. Как решить? Во-первых, перестроить в корпоративном формате, насколько это возможно, перевести на микрообучение. То есть, это 3-10 минут видеоконтента. То есть, даже если это подразумевает просто лекционный формат, оно должно быть короткое. Все, прошли те времена, когда люди готовы были слушать там полтора-два часа. То есть, это такой микро-микро контент, который вы можете записать, да, это будет такая видеобиблиотека, как вариант. Дальше. Есть понятие квизы, ну, или тесты, да, они похожи. Каждые вот эти мини-модули, то есть, например, 5 минут они смотрят, потом какой-то квиз. То же самое, это как к обучению, когда это видео просто обучение, да, как а-ля, онлайн-школа, так и к формату онлайн-тренингов. Ну, то есть, там, если есть интерактив и есть видеокамеры у участников, то мы это делать можем, там, например, раз в 15 минут. Но если нет, ну, то есть, это формат такого вебинарного, вот как у меня сейчас, да, с вами, то здесь нужно достаточно часто делать вот такой вброс информации, что люди там сами что-то делают, да, вот какие-то тесты проходят или квизы. Чат-боты. Очень хорошо себя зарекомендовали сейчас, то есть, понятно, что на это нужно время, коллеги, да, вот оно там само по себе не рождается, при этом для, там, welcome-тренинга, для каких-то, даже, хардовых вещей, очень хорошо помощники чат-бота, потому что хоть есть какой-то интерактив, то есть, он же, чат-бот, он тебе не постит, там есть определенный алгоритм, он тебя не пустит дальше, пока ты, например, там не сделаешь что-то. Очень хорошо высвобождает, в общем-то, тренерский отдел, тот может и не нужен быть, ну, или, по крайней мере, в помощь. Геймификация, ну, то есть, это формат такой игры, когда дополнительные баллы, когда участники собирают какие-то призы, когда там за каждое сделанное задание, например, они получают каких-нибудь, там, звездочки, и есть рейтинг. Вот когда есть рейтинг, знаете, вот когда просто они собирают, одна история, ну, не все такие игроманы, а вот когда есть рейтинг, лучше срабатывает, то есть, я рассматривала разные форматы, вот где есть рейтинг, очень хорошо, знаете, никому не хочется быть ниже в ватерлинии, поэтому, либо люди держатся в серединке и выполняют какие-то задания, ну, либо, если кто-то хочет быть лидером, так они вообще соревновательные, очень соревнуются сильно-сильно. Что еще? Это совместная работа в подгруппах. Смотрите, здесь все, что касается онлайн-обучения, роль преподавателя, она, безусловно, очень высокая, при этом, вот, очень хорошо выходит вот эта совместная работа. То есть, мы можем сделать в формате, например, двухчасовой, например, онлайн-тренинг, когда тренер проводит какую-то роль, там, фасилитации, дает какой-то контент, а потом он разбрасывает с помощью там определенных площадок на подгруппы, и люди там, соответственно, делают практику. И вот, знаете, когда есть эта работа в подгруппах, вот прям оживляется тренинг, прям на глазах. То есть, люди настолько вовлечены, то есть, они наконец-то получают возможность практиковаться, они наконец-то получают возможность и коммуницировать друг с другом, то есть, они не такие молчуны, молча сидят и слушают, например, то есть, они тоже работу работают. Хорошо себя зарекомендовала проверка домашних заданий другими участниками с оценками, ну, то есть, если у вас ограниченный ресурс, мало тренерского состава, либо вы, как тренер, например, просто физически не успеваете, ну, то есть, вот у меня бывает там в группе большое количество человек, я физически не могу сделать, можно разделить на подгруппы, и дать задание, чтобы каждый, по чек-листу, естественно, мы готовим какой-то чек-лист, чтобы понять, правильно и неправильно, и давать вот эту обратную связь, то есть, обратная связь с другими участниками тоже великолепна, мы же со взрослыми людьми работаем, можно сделать. Как уже говорила, онлайн-тренинги, так, когда тренер ведет, лучше сократить до двух часов, и тоже там делать практику до 80%, то есть, тренинговый формат можно занести в онлайн-тренинг, главное, чтобы площадка позволяла, сейчас чуть попозже мы про площадки поговорим. Межмодульные отработки по расписанию, вообще песня, вот в прямом смысле слова, не раз уже откатала, когда, например, я сейчас как пример, например, в понедельник, мы два часа с группой, например, руководители, очень часто именно с тренингами для руководителей, которые разбросаны еще по стране, вообще тяжело проводить, то есть, их собрать по одну кучку тяжело, мы проводим двухчасовой тренинг, когда мы даем весь контент, даже какую-то практику начинаем отрабатывать, может быть, показ делает тренер, ну, вот я, например, показываю, как проводить встречу один на один, то есть, я даю контент, показываю, как это делать, и у них есть неделя до следующего модуля, для того, чтобы они все провели, прямо на практике, со своими сотрудниками эти встречи, загрузили их доску Padlet, ну, вот, с правой стороны картинка как раз из этой доски, и плюс еще по расписанию проверили друг друга, то есть, в общем-то, моя задача, как тренера, чисто организовать, я там даже не смотрю, я просто физически не успею все это проверить, потому что каждая встреча один на один идет там полчаса, что еще можно сделать, это, если это видео обучение, когда уже записан, да, какой-то контент, и там нет тренера, который прям вот с каждой группой работает, и это, в этом есть определенный плюс, потому что все могут начинать в любое время, никто никого не ждет, и достаточно удобно, это запрет на продвижение до сдачи практики, там, или домашнее задание, то есть, выстраивается система, так, что вот прошел первый модуль, сдал домашку, только тогда, но там может быть автоответ, что он сдал, просто принцип сдал, и двигаемся дальше, ну, либо там проверка от, ну, тогда нужен преподаватель, который будет проверять, естественно, практику, очень хорошо заносить на доску падлет, либо канбан, трелла можете использовать, очень удобно, тоже визуальный ряд хороший, и это такая, как мини-соцсеть получается, люди туда и видео подгружают, и фото подгружают, свои выводы, рефлексию, то есть, очень удобно, чат группы, обязательно, коллеги, то есть, если у вас есть онлайн обучение, вводите чат вот этой группы, потому что там есть жизнь, основной момент в обучении вот этого мотива, когда его не хватает, потому что они не коммуницируют друг с другом, сделайте чат, например, в телеграме, или там в WhatsApp, и, в общем-то, без разницы, где они будут продолжать друг с другом коммуницировать, во-первых, и разом, в межмодульную вы можете что-то иметь, внести какую-то информацию, ну, и они друг другу там помогают. Еще интересная штука, как вот корпоративные онлайн-марафоны на вылет, обычно они длятся от одной до четырех недель, раз в неделю мы делаем какой-то сброс теории, то есть, это может быть прям конкретное время для всей группы собираем, либо тренер записывает на видео, то есть, это будет как видео урок, и они в течение недели должны проработать это на практике, сделать домашку, и если они не сделали, то они вылетают, очень сильный мотиватор, вот не хотят, особенно руководители, вообще не хотят вылетать, как только говоришь, ну, кто не сделал, извините, никого не заставляем, у нас нет такого обучения, где мы заставляем кого-то работать, и тогда на вылет, не хотят, вот прям потом пишут, не дай бог они вылетят, то есть, вот сильно-сильно переживучие такие очень, как пример, покажу вам, как делать микрообучение, микролеунинг, возможно, сценарий работы, смотрите, ну, во-первых, сразу после занятия квиз-тест, такой, по ключевым вопросам, маленький, да, видите, 3-5 вопросов, может быть, сразу после занятия должны люди записать видео-ревью, когда, ну, такая рефлексия, видео, кстати, тоже очень хорошо срабатывает, когда они просто писать, а они видео должны записать, сейчас в сторис, во всех соцсетях, мы уже к этому привыкли, то есть, у всех есть участников, есть телефоны, пусть записывают, да, и вот выкладывают, например, на какую-то общую площадку, аля-та, падлет, это может быть, какое-то альтернативное видео, опять же, как похожесть, так, какая-то, или просто рефлексия, то есть, человек записывает, ну, такой, видеодневник, ну, или просто писать, и так и так можно, затем через двое, там, трое, четверо суток, аналогичная история, и потом у нас через две недели, и, например, через месяц, можно сделать поглубиннее тест, и тогда вы можете отследить, вот это посттренинговое, такое сопровождение, в онлайн обучении, и на каких, же площадках все это дело проводить, я вам сразу подготовила два варианта, это площадки для онлайн прем-тренинга, вот как его, когда есть тренер, да, и для уже таких видео тренингов, когда там тренер заранее готовит все и выкладывает, да, то есть разные это площадки, смотрите, ну, наверное, для того, чтобы прям проводить тренинги, всем известный Zoom, очень демократичная цена, там, порядка полутора тысяч за месяц, бесплатная версия 40 минут только, поэтому я сразу, в общем-то, обозначаю какую-то стоимость, очень понятный интерфейс, вот сколько мы там проходили, я была даже сильно удивлена, как черт из табакерки выскочил, потому что с Zoom лично я познакомилась только когда пандемия началась, до этого не знала, и понятный, то есть никто там нигде не блукает в этом Zoom, есть, что шедеврально для тренинга, это комната для практики, причем ты можешь сам назначать, как тренера, можешь просто их поделить, и там программа сама их разделит, например, есть 10 человек на 5 групп, вот по 2 человека, есть понятие мгновенные опросы, то есть запускать тестирование, опросы тоже очень-очень удобно, буквально одной кнопкой, вот правда, это простейший интерфейс, есть заставка заднего плана, это тоже важная, считаю, опция, потому что люди могут находиться там где угодно, за спиной, может быть, не лицеприятный какой-то фон, и поэтому люди боятся включать камеры, а это очень важно для онлайн-тренингов, чтобы видео было, и вот когда есть заставка заднего плана, я вот заметила, площадки разные, тестила, и вот когда есть эта заставка, люди с большим желанием включают видеокамеру, а еще улучшение внешнего вида, ну, то есть можно немножко, чтобы не видно было морщинки, еще что-то, ну, то есть тоже удобная опция, особенно для девочек, вот, единственный минус, наверное, это касаемо безопасности, все мы наслышаны о том, что ссылки эти на Zoom бросают там какие-то групповые чаты, и тебе могут ворваться в твой тренинг какие-то посторонние люди, там что-то записывать, смешать и так далее, ну, то есть они, конечно, проработали, я смотрю, последнее время там зал ожидания и так далее, ну, вот зал ожидания, если честно, не сильно помогает, потому что я как тренер, например, виду, вижу у меня там сообщение, к вам стучится в зал ожидания некая Зоя, ну, мне что, бросить тренинг, посмотреть, есть ли Зоя и так далее, то есть только с модератором, тогда вы можете это как-то блокировать, да, либо настолько люди должны быть такие самостоятельные, что ли, да, чтобы ни в коем случае, и вменяемые, чтобы они не бросали эти ссылки там в какие-то соцсети, чтобы ее не украли. Teams, ну, могу сказать, ну, видите, прям скриншот, потому что мы работаем, специалисты работаем с Teams, удобно, что можно в календарь поставить сразу все занятия наперед, хоть на целый год, есть задание, блок, то есть совершенно спокойно можно прям в нем давать задание, очень хорошо, что есть возможность индивидуального чата, то есть не только в группу, но и индивидуального звонка, то есть я, например, с кем-то из слушателей могу уединиться, так скажем, в личный разговор, чтобы все остальные, например, не слышали, тоже очень полезно. Чат есть, и причем, что эти все чаты, вся информация, которая есть в Teams, она сохраняется, вот знаете, например, вот сейчас мы с вами на площадке GoToMeeting, вот вы вышли и зашли, например, заново, и у вас уже история, которая была до этого, она у вас стирается, не в чате вы не видите, что там было, а вот в Teams все остается, это, в общем-то, неплохо, потому что, если там неустойчивый интернет, и вы выскочили из программы, получается, что у вас уже все обновилось, да, в Teams в этом плане все ок, но самый большой минус, это очень сложный интерфейс, я, честно, сама у меня был протест, наверное, месяца полтора от этой программы, потому что так много лишних кнопочек, и еще там есть такой нюанс, что каждый участник может, не спрашивая, например, меня, расшарить экран, включить, выключить у меня, забрать право экрана, ну, то есть, тут тоже такой вот момент, который в осознанной группе все будет окей, а вот, конечно, в неосознанной могут возникать проблемы. Очень хорошо они сделали комнаты для практики, вот прям вчера вечером только вела именно в Teams тренинг, прям был такой действительно удобный очень интерфейс, что там есть у меня 15 человек, я там разделила на 5 команд, и, в общем-то, везде по 3 штуки сами эти люди, то есть одной кнопкой, вот удобно, что это быстро, то есть я, в принципе, без модератора могу рассортировать людей по подкомнатам, они могут делать практику, и чтобы их оттуда вытащить из этих комнат, да, потому что попробуй потом собери назад в общую комнату, там тоже одной кнопкой, то есть им просто выключаются вот эти подкомнаты, и опять назад возвращают в общую комнату, удобно, правда. Другой вопрос, что нужно научить, да, то есть если вы собираетесь в корпоративном формате переходить на Teams, не поленитесь, проведите обучение для всех, и тогда проблем не будет, то есть вот когда я ее уже хорошо знала, правда тогда, теперь я уже только говорю, можно на Teams все буду вести, ну, то есть очень удобно, когда уже знаешь. Касаемо, тогда нужен микс, например, для вашей компании нужно и онлайн-тренинги, и видео-тренинги, да, и какие-то микро-обучения, есть такая площадка, как Training Space. Ценник разный, в зависимости от того, что вам нужно, я прям недавно ее тестила, могу сказать, что правда у них есть разные сервисы и онлайн-тренинги, и микро-обучение, и там в формате очень удобные доски, групповая динамика, то есть я всех вижу, больше всего мне понравилось то, что есть такая опция, что я вижу, если человек перешел на другую вкладку, то есть, например, мы сидим в онлайне, он не включает камеру, то есть я его не вижу, но сразу же значок видно, там, ну, такой человечек типа убегает, и я вижу, что человек, все, он уже на другой вкладке, но можно, в общем-то, на это как-то среагировать, да, и ты как раз видишь, через сколько у тебя человек переходит на другую вкладку, все, если он не здесь, его на самом деле уже нет, вот, посмотрите, у них есть открытые тренинги по их площадке и где-то закладываете порядка трех часов, сразу скажу, хорошо они проводят такое обучение, если в корпоративном формате хотите на этой площадке проводить тренинги, то хорошая поддержка и техподдержка, единственный, наверное, минус, который мне не понравился, это то, что если у тебя сырой тренинг, ну, то есть, в формате быстро, например, понимая, что люди чего-то не знают, мне нужно довнести какой-то файлик еще, быстро не получится, то есть, там он очень хорош, знаете, когда вот ты как методист и у тебя есть целая тренерская команда, но ты как методист все туда загрузил, все слайды, видео, все на свете подгрузил и по этой методике потом работает вся твоя команда тренерская, вот это вот прям великолепно, то есть, они там особо ничего не поменяют, с другой стороны, если я просто тренер и вот не внесла какой-нибудь файлик, вот прям в процессе быстренько сейчас показать рабочего стола или там какой-то файлик подгрузить не получится, то есть, на это все нужно время, поэтому, ну, тут посмотрите, смотря для каких форматов он нужен, а так, с точки зрения групповой динамики, всяких квизов, всяких тестирований, фасилитации доска, рисовальная доска, все есть, правда, посмотрите, степик, проект Сбербанка, они преобразовали вообще все свое образование, там, где было, были сухие тексты, теперь стало видео небольшого объема, да, и у них есть тоже все, вот специально вам тоже такой скриншот, можете зайти на эту площадку, посмотреть, как создать новый курс, то есть, вы можете бесплатно пройти такое микрообучение, у них по этой площадке, там есть модули, уроки, подгружать тоже очень удобно, все практические шаги, дорожную карту выстраиваете сразу, нужно проставить дедлайны, то есть, например, понимаем, что все должны посмотреть вот тогда-то, тогда-то, да, то есть, все роли, там есть, там табель успеваемости, то есть, прям вот как школа, можно сказать, и, конечно, общение с учащимся, это все в одной площадке, тоже очень удобно, потому что, фактически, там рассылки, новости, тоже, чтобы это не было там в большом количестве, в разных форматах, да, это тоже людей путает, когда это разное. Moodle, Moodle, программа, которая бесплатная на сегодняшний момент, но, сразу скажу, у нее очень много плюсов, очень много, ряд университетов, ну, например, в частности, МГУ, полностью, все образование идет у них через Moodle, и не только онлайн, но и оффлайн, потому что там есть доски, точно так же дневники, есть тесты разные, можно подгрузить видео, тренинги, видеоконтент, можно подгрузить, опять же, видеоконтент самими слушателями, самими там студентами, она очень крутая, не побоюсь этого слова, настраивается под каждого, и, наверное, единственный минус, это то, чтобы настроить, интегрировать ее в свою систему, вам нужен будет провайдер, который вам это все настроит, один раз настроит, ну, то есть, если правильно, техническое задание составить, а так, Moodle очень достойная, прям, такая серьезная, если у вас корпоративный университет, то прям рекомендую ознакомиться, потому что и видно, вся статистика, то есть, вот то, что нам обычно нужно, как T&D, какое количество людей мы приступили, какое количество людей закончили, на каком блоке они, в общем-то, застопорились, обратную связь по каждому модулю, например, прошли модуль студенты и сразу же обратную связь, как им понравилось, не понравилось, то есть, там вся настройка вообще идеальна, но вот самому настроить не настроишь, то есть, вот там нужен провайдер, который вам все-таки поможет с этим. Касаемо, перехожу, касаемо онлайн-школ, вот онлайн-курсов, то есть, когда вы в записи, например, это все делаете, одна из таких начинающих платформ для онлайн-курсов, начинающих, потому что она не сильно распиарена, при этом ценник, ну, знаете, для, в общем-то, корпорации, это вообще копейки, что-то там тоже полторы тысячи в месяц, ну, или можно там купить ее сразу в годовом масштабе, что удобно, что там есть вот этот блок видео, куда ты подтягиваешь, например, и после него у тебя можно точно так же интегрировать тесты, материал, туда же ученики будут интегрировать свои домашки, там же общаемся, там же чат, точно так же можно интегрировать вот эти вот сроки, то есть, человек, например, если мы не предполагаем, что он может быстрее отучиться, что там каждый там день он там изучает что-то, то есть мы вот это расписание тоже ставим, оценки тоже ставятся, в этом плане очень удобно, ровно практически все то же самое, это очень похожие интерфейсы, антитренинги, аналогичная ситуация и для онлайн-школ, вот корпоративных, тоже сюда же, прям пролистая, потому что, правда, они идентичные, get-курс, распиаренный, ну, вот, что антитренинги, что LMS-112, принцип тот же самый, вот, не вижу я там глобальных каких-то отличий, интерфейс везде предполагает подгрузку видео, где вы видео храните, это уже к вам вопрос больше, и, соответственно, разница там в цене и разница в техподдержке, то есть, вот основной такой вот момент, наверное, и, слушайте, ну, вот все, что я, наверное, хотела вам, это я вам уже рассказала, и, как уже говорила о том, что в формате более подробно, ну, даже не только про обучение, вообще в формате корпоративного обучения, да, вот этого плана, и в том числе составлять, уметь составлять план обучения, развития персонала, у нас там прям сквозная задача на учебном предприятии на год, это на курсе менеджер по обучению развития персонала, и он у нас достаточно короткий, старт ближайшей группы, вот 19.04, стоимость уже написана, да, ну, я, наверное, Анне сейчас отдам слово, Анна, это наш менеджер. Добрый вечер, друзья, слышно ли меня? Да, слышно, слышно, все хорошо. Отлично, благодарим вас за прослушанный мастер-класс, меня зовут Макагон Анна, я менеджер по работе с клиентами учебного центра специалист при МГТУ имени Баумана, также хочу отметить, что наш ближайший курс менеджер по обучению и развитию персонала стартует 19 апреля, продолжительность 16 академических часов, стоимость очного обучения в группе 12.990, на онлайн действует скидка 25%, стоимость 9.700. Если вам не подходят эти даты, у нас расписание на год вперед, вы можете спланировать, в принципе, свое обучение заранее. Также предлагаем вам рассмотреть наши комплексные дипломные программы по данному направлению. Это выгодно, потому что курсы заложены уже со скидкой 30%. Я все ссылки сейчас направлю в час, на программу курса менеджер по обучению и развитию персонала, на комплексные программы менеджер по обучению и развитию персонала из двух курсов, дипломные программы специалист по подбору персонала со знанием инструментов HR-аналитики, менеджер по управлению персоналом, тоже дипломная программа. Так, все ссылочки я направляю. У нас есть разные форматы обучения. Вы можете обучаться очно, очно-заочно. Это формат такой, который по видеозаписям с поддержкой преподавателя раз в неделю. Отдельно хочу отметить открытое обучение. Это очень удобный формат, потому что вы в своем собственном ритме обучаетесь, также по видеозаписям, и получаете индивидуальную консультацию с преподавателем. Также вы можете заниматься индивидуально. Если групповые не подходят, мы согласовываем удобные для вас даты и время. Поскольку академических часов вы хотите в день обучаться, также вы можете обучаться и очно, и дистанционно по вебинару, либо обучаться просто онлайн. Онлайн – это то же самое, что сейчас проходит живое общение, живой вебинар. Вы можете общаться голосом, подключать микрофон, можете просто задавать вопросы преподавателю в чат, получать тут же обратную связь. Также хочу обратить ваше внимание, что каждому слушателю сегодняшнего мастер-класса мы даем возможность получить бесплатную карьерную консультацию. Чтобы ею воспользоваться, необходимо с нами связаться любым удобным для вас способом, либо позвонить по телефону, либо дописать на электронную почту и назвать промокод «Иду вперед». Либо вы можете заполнить форму у нас на сайте. Я ссылку также оставляю в чате. Вы можете ее, в принципе, скопировать, себе сохранить. Возможно, у вас есть какие-то вопросы организационного характера, либо к Елене. С удовольствием вам ответим. Коллеги, мы готовы, так что время у нас есть для того, чтобы или к Ане, вопросы, если непосредственно по организации, ну и по теме вебинара, соответственно, можно ко мне. Я также оставлю в чате все свои контакты, телефоны, мессенджеры, почта. Вы можете любым способом с нами связываться. Писать также в чате на самом сайте, в консультанте. Мы всегда оперативно отвечаем. WhatsApp также актуально сейчас. Звоните, пишите, подберем вам обучение, спланируем. Любой формат, в принципе, готовый. Будем вас ждать. Спасибо, Анна. Да, спасибо. Коллеги, какие есть вопросы? Готовы ответить? Есть у вас такая возможность? Может быть, прям вот по тому материалу, который я рассказывала, да, какие-то там нюансы. Ну, я подожду, наверное, пару минут, потому что, возможно, кто-то из вас пишет пока, да. Если не пишете, да, просто ждете вопросов, возможно, напишите тогда обратную связь какую-то. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Я постаралась дать прям коротко, ну, вот такие выжимки, которые... За которыми стоит очень большой труд, аналитика, потому что сейчас я быстро это рассказала, с одной стороны. С другой стороны, когда ты тыкаешься, почему этот инструмент не идет, почему этот, почему здесь не, там, скажем, динамика теряется, почему тут у тебя люди уходят, и обидно же, да, ты же готовишься, как тренер, например, да, поэтому я надеюсь, что вам это было как минимум полезно. Да, спасибо, спасибо большое, спасибо. Приходите к нам на наши, ну, не только курсы, курсы, понятно, но у нас на регулярной практике, у меня какой-то апрель такой богатый на мини-вот такие уроки, и в понедельник будет, мы про стратегии будем говорить, кому актуально, приходите, да, и там в среду. Смотрите за расписанием, потому что это не дублеж курсов, сразу скажу, вот, ну, по крайней мере, вот за себя точно. Я думаю, что другие преподаватели у нас тоже к этому относятся. Это не пересказ, мини-пересказ курса, это всегда какой-то такой полезный контент, который вы можете применять, использовать, да, в своей практике. Всем хороших выходных, да, впереди чудесная погода, судя по прогнозу погоды, через три дня будет плюс 18 в Москве, поэтому те, кто живут в Москве, Подмосковье, готовьте уже сандалики, уже можно будет, ну, практически в летней одежде ходить, судя по температуре. Вот, и всем удачных, таких продуктивных обучений, процессов обучения наших сотрудников, вот, всех обнимаем, всех любим и ждем на курсах и на семинарах. Все, тогда всем до свидания, да, отключаюсь.